События Отечественной войны 1812 года до сих пор вызывают огромный интерес у публики. Ведь несмотря на то, что о нашествии Наполеона написано и снято очень много, в кампании 1812 года до сих пор остаются тайные загадки. Для примера, почему Наполеон пошел именно на Москву, почему он рвался к Волге и даже выпустил памятные медали, для чего сожгли Москву и, главное, чем и как сожгли главный город Российской империи. Забудьте, что вы раньше слышали. В данном видео вы услышите много нового неожиданного, а удивлять я умею. Так что досмотрите данное видео до конца, где и будет самое интересное. Поехали! Для начала немного истории, и это важно. Как известно, еще со времен Ивана Грозного иностранцы всеми путями стремились закрепиться в московском государстве. Кто торговал, кто переходил на царскую службу, кто открывал приходы, кто просто жил и не тужил. И если до середины 18 века в Российской империи было откровенное засилье датчан, поляков, англичан, голландцев и шведов, то с конца 18 века в российские города хлынули французы. И виной всему стала Великая французская революция 1789 года. Из-за хаоса, казни и беспорядков во Франции многие знатные и простые французы стали массово эмигрировать в Европу. Главным образом в Россию, где до начала 19 века их не просто торжественно принимали как родных, но даже помогали адаптироваться и обосноваться на новой родине. Главным образом в Москве. Как писал в 19 веке французский литератор Поль де Жюльвекур, Россия была тогда для этих изгнанников страной, принимавшей их с неслыханной роскошью и великолепием. Вот почему в эпоху французской революции Россия была буквально наполнена французскими эмигрантами. Это было как бы нашествие, во главе которого находились самые благородные среди королей, самые знатные среди блестящих имен – Бурбоны, Конде, Монмараси, Мортемары, Ле Тремуи, Ришелье и другие. И если многочисленные жители Европы селились и торговали исключительно на окраинах Москвы, в так называемых немецких слободах, то французы почти сразу добились особых привилегий – селиться и торговать в самом центре Москвы, в районе Кузнецкого моста, где и создали свой деловой центр. К тому же, к началу XIX века московские французы представляли собой уже весьма спаянную, многочисленную и влиятельную в городе группу. Французский дипломат конца XVIII века барон Мари Даниэль Беру де Корберон писал, «В Петербурге тоже много французов, но что странно, они почти не общаются между собой. В Москве же солидарность между изгнанниками довольно сильна, и они более сплочены». К тому же, главным связывающим звеном французов играла масонская ложа – собрание иностранцев, основанное в Москве еще в конце XVIII века, главной целью которой было закрепиться в Москве и защитить самобытность местных французов. Проще говоря, французы в Москве не собирались ассимилироваться с местным населением, принимать русскую культуру и защищать новую родину, а использовали Россию лишь как источник обогащения и достижения своих корыстных целей. Как писал все тот же французский литератор Поль де Жюльвей Кур о событиях накануне нашествия Наполеона, «Некоторые французы поступали на военную службу в России лишь для получения привилегий, но в случае войны не собирались сражаться против своей родины и тем самым обесчестить себя». Так что о лояльности московских французов и не приходится говорить. Они могли легко предать и ударить спину в любой момент. В 1812 году французская колония в центре Москвы составляла по приблизительным подсчетам более 3,5 тысяч человек. На многих ключевых должностях Москвы, как гражданских, так и военных, находились французские ставленники. При царском дворе шутили, что вскоре Москва из-за засилия французов может превратиться во второй Париж. Если бы не приход во Франции к власти Наполеона, судьба Москвы могла бы реально стать иной. Но вскоре отношение к московским французам, в особенности в Москве, стало меняться в худшую сторону. Все в России понимали, что война на пороге. В начале войны 1812 года главный режиссер французского императорского театра в Москве Арман Домерк оставил запись. На улице Москвы в общественных местах французы становились объектами неприятных, если не сказать оскорбительных, выпадов, которые постепенно отторгали их от общества. Когда же позднее генерал Ростопчин сменил графа Рудовича в должности московского губернатора, эти унижения перешли в тяжкие оскорбления. С тех пор, как генералу Ростопчину был дан пресловутый карт-бланш, за нами в Москве строго следили и поставили под контроль строгой инквизиции. На повестке дня стоял террор. Положение члена французской колонии в Москве ухудшалось с каждым днем по мере продвижения наполеоновской армии. Из Москвы даже начали насильно высылать французов на Волгу, главным образом в Саратов. Вот и Волга нарисовалась, о которой подробнее чуть позже. В 1812 году Ростопчин произнес «Французы, я высылаю вас. Вы будете жить на берегах Волги среди народа мирного и верного своим клятвам, который слишком сильно презирает вас, чтобы причинить вам зло. Вы на некоторое время оставите Европу и отправитесь в Азию. Перестаньте быть негодяями и станьте хорошими людьми. Превратитесь в добрых российских граждан из французских. Прощайте и счастливого пути». Но стремительное приближение французов не позволило московскому губернатору Ростопчину выслать всех французов на Волгу. Жена одного из высланных на Волгу оставила такую запись в своем дневнике. «Был полдень. Внезапно тяжелый и медленный шаг русской армии сменился легким и быстрым цокотом копыт кавалерийских лошадей. Скоро звуки эти стали четче. Нам казалось, что мы различаем доносящиеся издали звуки военных фанфар, мелодии которых напомнили нам о любимой родине. Или это была иллюзия? «Мы затаили дыхание. Наши чувства не обманули нас. Это был неудержимый Мюрат». Проще говоря, московские французы не зря упорно отказывались покидать Москву, так как открыто ждали своего героя Наполеона, освободителя. И если официальные московские власти отказались встречать Наполеона у Москвы, что его буквально вывело из себя, французский оператор все же получил долю удовлетворения. Его торжественно встречала многочисленная иностранная делегация из французов во главе с господами Рис и Сосе, которые были компаньонами крупнейшей французской книготорковой фирмы в Российской империи. Московские французы тут же поведали Наполеону все тайны Москвы, где спрятано продовольствие и сокровища Кремля, которые не успели вывезти из города, куда ушли русские полки и так далее. Московские французы массово стали записываться в армию Наполеона и тут же клялись в верности императору. Предательство было налицо. Вот почему Наполеон стремился именно к Москве. В этом городе было сильно французское влияние. Находились огромные французские деньги и преданные сторонники французского императора, готовые на деле поддержать его в борьбе с Россией. Кстати, об этом Наполеон не раз говорил своим генералам еще накануне вторжения и у войск в Россию. Ну а теперь о страшном пожаре. Так кто же сжег Москву и почему? И главная интрига – как? Сегодня уже не секрет, что поджечь город приказал сам московский грандначальник Ростопчин. На это прямо указывают как российские, так и французские источники. Для примера, все тот же аббат Сюрюк так записал об этом в своем дневнике. Московские власти уже начали исполнять план, порожденный патриотическим энтузиазмом. План принести Москву в жертву ради спасения империи и сотворить погребальный костер французской армии, устроив пожар в этом огромном городе. Ростопчин решил одним ударом убить сразу двух зайцев, сжечь в огне и французскую армию, расквартированную в жилых постройках города, и ненавистных предателей местных французов, проживающих в самом центре Москвы. И как он сжег Москву. И тут самое интересное. За несколько недель до прихода французов в Москву по приказу Ростопчина на винокуренный завод французов по фамилии Претер прибыли русские солдаты и выгнали весь персонал. На освободившейся площади вскоре пришли немецкие и английские пиротехники и приступили к изготовлению ракет «Кангрива». Боевых ракет, разработанных английским изобретателем Уильямом «Кангривом» еще в 1805 году. И о которых в 1812 году еще мало кто знал. Параллельно эти ракеты изготовлялись в загорной усадьбе князя Репнина, расположенной в шести верстах от города. Здесь, в огромных амбарах усадьбы, немцам по фамилии Липпих изготовлялись воздушные шары аэростаты, с которых вскоре избрасывались зажигательные бомбы и выпускались ракеты «Кангрива» по Москве. Чтобы французам и местным жителям было трудно бороться с огнем, Ростопчин заранее приказал вывезти из города все пожарные насосы и засыпать городские колодцы. И вот час суда настал. Москву охватил страшный пожар. В небе над городом зависли аэростаты, с которых избрасывались зажигательные бомбы и летели в разные стороны ракеты. Жуткое зрелище для того времени. Французская актриса госпожа Фюзиль записала в своем дневнике воздушный шар, с которого запускали огненные ракеты, загорелся в воздухе и рухнул во дворе дома князя Трубецкого на Покровке и взорвался. Вот так в итоге и сожгли всю Москву и наказали французов. Но почему Наполеон рвался к Волге и даже заранее выпустил в Париже памятную медаль об этом? А все просто. На Волге в Саратове находилась вторая огромная французская колония, в которой проживало несколько тысяч французов, которые только мечтали о победе Наполеона и воссоединение с Родиной. Наполеон даже собирался из них создать отдельный Волжский корпус. Но для этого их нужно было освободить, а охраняли их на минуточку отборная татарская конница и волжские казаки. Вот почему Наполеон и рвался к Волге именно в Саратов. Вот и вся разгадка нашествия Наполеона. Интересно, не правда ли?